Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Шимцев и в начале выпуска коротко о главных темах. Еще на две недели в Югре продлен режим самоизоляции. Опасения оперштаба вновь вызывают ситуацию в Сургутском районе. Власти города обнаружили предполагаемое место слива нефтепродуктов в Сайму. Нарушители ищут, реку очищают. И экс-глава Сургута Дмитрий Попов выступил в суде с последним словом, когда вынесут приговор. Режим самоизоляции в Югре продлен до 27 июля включительно. Об этом сегодня на заседании регионального оперативного штаба сообщила губернатор Наталья Комарова. Она отметила, что это решение она приняла в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Выступила на совещании и главный санитарный врач округа Майя Соловьева. Она отметила, что сегодня опасения вызывает эпидситуация в Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Соседний муниципалитет 10 июля занял первое место в автономии по суточному приросту заболевших коронавирусом. Хотя еще неделю назад там удалось стабилизировать ситуацию. Видимо, жители, отметила руководитель Роспотребнадзора Югры, обрадовались закрытию КПП в Ленторе, Федоровском и Нижнесартымском. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что сейчас власти понаблюдают за динамикой. В случае, если ситуация будет ухудшаться, подумают над усилением ограничительных мер. Наталья Комарова сообщила, что с понедельника вступает в силу новая конфигурация организации работы групп регионального оперативного штаба, которые были созданы локально для отдельных муниципалитетов Сургута и Коголыма в частности. Мы приняли решение создать такую региональную группу, мобильную региональную рабочую группу, которая будет выезжать в конкретный муниципалитет, проводить определенную работу, необходимую для концентрации всех имеющихся усилий и возможностей, и передвигаться в другой, если есть такая необходимость. В этой связи уже сегодня, тем не менее, я дала поручение руководителю рабочей группы по Сургуту, Владиславу Некатулину, чтобы Сургутский район нашел в зону его работы. Добавлю, что сделают это для того, чтобы совместить решения, которые принимаются, и, по словам главы региона, получить эффект от всех мер, реализуемых в Сургуте и Сургутском районе. Четыре смерти и 263 новых заболевших коронавирусом. В Роспотребнадзоре Югры рассказали о статистике на 10 июля. Больше всего ковид-положительных выявлено в Сургутском районе, плюс 43. На втором месте по суточному приросту Сургут. Здесь верифицированные тесты получили 40 человек. Третье место заняла столица автономии. Там 35 новых пациентов. В первой пятерке также Нефтьюганск и Нижневартовск, где 34 и 31 случаи соответственно. Еще 80 инфицированных обнаружены в 14 муниципалитетах региона. У 174 пациентов на момент постановки диагноза наблюдались признаки ОРВИ. 57 поступили с пневмониями. 32 югорчанина переносили болезнь бессимптомно. За сутки от осложнений скончались 4 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 85 смертельных случаев. Выздоровели еще 242 югорчанина. Всего же побороли болезнь 6398 пациентов. Глава Сургута Вадим Шувалов, который заболел коронавирусом, записал видеообращение к жителям. В первой части видео городоначальник говорил о сливе мазута в Сайму. ЧП обнаружили накануне утром. Подробности о разливе нефтепродуктов в водной артерии мы расскажем чуть позже в этом выпуске. Во второй части записи глава рассказал о состоянии своего здоровья. Напомню новость о том, что результат теста на ковид у него положительный. Вадим Шувалов написал 14 июня в своих аккаунтах в социальных сетях. Мэра госпитализировали в Сургутскую окружную клиническую больницу. Он отметил, что завтра должен прийти результат последнего анализа на инфекцию. Если он окажется отрицательным, то главу могут выписать. Вадим Шувалов сообщил, что планирует выйти на работу на следующей неделе. Это болезнь, коронавирус, это действительно очень такая серьезная болезнь. Я испытал это на себе, поэтому прощаюсь к горожанам и говорю, что самая главная задача, что чтобы не заболеть, это режим самоизоляции, а это масочный режим, это мытье рук, социальная дистанция. Вот эти вещи должны соблюдаться. Нужно задобрить ревизоров. Мошенники в Сургуте вновь отличились и придумали новый способ добычи денег. Якобы от имени Олега Пухтеева, официального представителя городского оперативного штаба, начальника управления по делам ГОИЧС, неизвестные звонили специалистам больниц муниципалитетом. Сообщали, что ситуация, которая складывается с распространением коронавируса, из рук вон плохая. И в Сургут направляется московская комиссия. Она будет проверять работу медучреждений. Вроде как для того, чтобы задобрить проверяющих, нужно скинуться по 30 тысяч рублей. При этом желательно перезвонить по другому номеру телефона, чтобы уточнить подробности. Во время таких звонков как раз и списываются деньги с банковской карты, которая привязана к номеру звонящего. Перевел ли кто-то из сотрудников больниц деньги, неизвестно. Олег Пухтеев уже написал заявление в правоохранительные органы. Да, заявление мной написано в адрес начальника ОВД города нашего. Ну, то, что мы сейчас понимаем, тот номер, по которому звонят из Самарской области. Соберут все. Спасатели города в полном составе работают над устранением разлива отработанного машинного масла, которое в четверг утром попало в реку Сайма из ливневого коллектора. Выставлены боновые заграждения, места скопления химикатов обработали абсорбентом. Что грозит виновнику в том случае, если его найдут, и как скоро водоем вновь окажется безопасным для его обитателей? Дмитрий Круковец продолжит. Нефтепродукты оказались в Сайме в четверг утром. При этом, возможно, слили их не накануне, а несколькими днями ранее. Остановившись по пути к стоку в реку, их могло смыть после проливного дождя в ночь на 9 июля. За несколько часов после того, как маслянистая ядовитая жижа попала в водоем, площадь загрязнения со 150 квадратных метров выросла почти вдвое. Два места скопления нефтепродуктов на реке Сайма. Ориентировочно объем нефтеразлива составляет до 300 квадратных метров площадью и объем в литрах до 200 литров. Предположительно, отработанное автомобильное масло. В Сайму ведут несколько стоков. Эпицентром ЭКОЧП стал коллектор на улице Университетской. После обследования и экстренного заседания штаба устранять последствия выехали спасатели и экологи. Прилечены силы и средства Сургутского спасательного центра для локализации этих нефтеразливов. В полном составе в составе 75 человек личного состава и 5 единиц техники. Более того, контрольным управлением администрации города в оперативном порядке срочно анализируются места и возможные точки слива этих нефтепродуктов на всем протяжении ливневого коллектора. Очистить загрязненные места специалисты обещают за несколько дней. При этом удалят 100% слитого отработанного масла, попавшего в реку. Для этого используют специальные заграждения и сорбенты. Установлены первый этап – это боны длиной 50 метров. Поверхность, загрязненная поверхность абсорбирована. Вот этот светло-коричневый состав – это ассорбент, который связывает нефтяную пленку на поверхности воды. А завтра ее начнут откачивать и увозить в место утилизации. Увы, но это ЧП не первое в череде подобных. Сливы нефтепродуктов в Сайму устраняют с завидной регулярностью, по мнению депутатов Сургутской и Окружной дум. У мест сброса воды с ливневой канализации в реку нужно как можно быстрее устанавливать очистные сооружения. Надо решать вопрос сбора и очистки. А значит, потому что и ни в об нельзя сбрасывать неочищенные, это однозначно. Ни в Сайму нельзя сбрасывать неочищенные. На доселе этот сброс есть. Почти 570 тысяч кубов годовых сбрасывается через эти три сброса. Значит, грязных стоков, да еще правильно ты говоришь, оно сколько раз загрязнялось тут. Только Сургутнефтегаз чистил тут дважды. Привлекался к работам по зачистке вот этого, вот этого. В основном вот здесь, видимо, центральная рука. Реновация ливневой канализации и строительство двух стационарных очистных сооружений пока только по предварительным расчетам могут потянуть на 10 миллиардов рублей. Пока таких средств в бюджете Сургута не запланировано. Весь ущерб, нанесенный Сайме, специалисты подсчитают после ликвидации этого ЧП. В том случае, если найдут виновника сброса нефтепродуктов, ему грозит внушительный денежный штраф. При установлении виновного ему будет грозить административная ответственность и возмещение всего ущерба. Ущерб считается по двум методикам. Первый существующий экологический ущерб будет рассчитан, что повреждено. И второе, это будет высчитана стоимость задействованных сил, оборудования и материалов. Экологическим ЧП уже заинтересовались в прокуратуре автономного округа. Евгений Ботвинкин поручил организовать проверку по факту загрязнения реки Саймы нефтепродуктами. В ведомстве окажутся действия в поиске причастных к происшествию. Дмитрий Круковец, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости. Основным препятствием на пути к строительству очистных сооружений перед сбросом воды в Сайму может стать плотная застройка города. Технические объекты такого рода должны находиться на значительном удалении от домов и предприятий. Локальные же системы трудоемки в монтаже и обслуживании. Пока в администрации ждут оценку состояния ливневой канализации Сургута, после чего займутся разработкой долгосрочной программы ее развития. Добавлю, что общая протяженность подземных сетей для сбора и вывода дождевой и талой воды составляет около 84 километров. Достаточно проблематично поставить очистные внутри уже сложившиеся застройки, потому что это и, скажем так, охранные зоны и так далее. Ну, действительно проблематично. Какие-то локальные, но это ставить нужно уж, ну, где-то внутренние, подземные возможно. Но это проблематично с точки зрения обслуживания. Вы представляете, да, я говорю, в действующей застройке что-то сделать. Ну, просто сложно. Сегодня во время брифинга начальник управления по делам ГО и ЧС Сургута сообщил журналистам, что найдено ориентировочное место слева мазута в реку. В выходные туда приедет специальная техника и нефтепродукты откачают из коллектора. Олег Пухтеев подчеркнул, что виновников ищут, однако подобное действие, по его мнению, не могло остаться никем незамеченным. И если бы о сливе сообщили сразу, то отработанное масло в реку бы не попало. Такой случай или такой факт сделать, чтобы никто не видел, невозможно. Так вот, я бы хотел, чтобы наши граждане, сургутяне, видели город, видели, что у нас происходит, вовремя сигнализировали, а не лишь по факту, потом только умничали, грубо говоря, или ерничали, направляя соответствующие обращения в адрес администрации города. Вот это я хотел бы, чтобы наши граждане услышали и на будущее это имели в виду и вовремя, незамедлительно телефон 112, круглосуточно. И меры были бы приняты срочно. Дело за судом. В Сургуте подходит к концу судебный процесс в отношении экс-главы города Дмитрия Попова. Его обвиняют в совершении трех преступлений – злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Бывшего мэра подозревают в нарушениях при продаже песка со старой дамбы ГРЭС, покупке здания для детского билдинг-сада в жилом доме на профсоюзов и выплате субсидии совхозу Северному. Не по одному эпизоду градоначальник, руководивший крупнейшим муниципалитетом Югры, свою вину не признает, что он и его адвокаты постарались подтвердить документально, представив свои доказательства. Более того, на стадии предварительного следствия по одному из эпизодов нынешний мэр Вадим Шувалов и заместитель губернатора Югры Вера Дюдина подтвердили, что действия Попова не нанесли ущерба казне города. На основании изложенного защита считает необходимым постановить по всем трем эпизодам дела оправдательный приговор и прекратить уголовное преследование в отношении Дмитрия Валерьевича Попова. Все те доказательства, которые иного и защиты на протяжении 5 лет расследования настоящего уголовного дела, в суду были представлены. Все те моменты, все те документы, на которые мы хотели бы обратить внимание суда, изложенные, в последние суда доведены. В связи с сложенным я бы хотел полностью поддерживать выступление подзащитного и своего коллеги о постановлении оправдательного приговора по настоящему уголовному делу в решении Попова. Экс-глава Сургута Дмитрий Попов в пятницу выступил в суде, зачитав мотивировку своих действий по каждому из эпизодов своей деятельности. Указал на документы, которыми руководствовался, и вновь озвучил, что виновным себя не считает. Его позицию поддержали адвокаты, после чего бывший мэр города выступил с последним словом. Его речь заняла около двух минут. Судья удалилась в совещательную комнату. Ожидается, что свой вердикт суд вынесет 17 августа. В своей деятельности я никогда не преследовал личных корыстных интересов, я никогда не злоупотреблял служебным полномочиям, повторюсь, никогда, в том числе и в тех трех эпизодах уголовного дела, которые мне инкриминируют. Я считаю, что стороной защиты судебное заседание представлено достаточно аргументов и документов, доказывающих мою невиновность. Я свою виновность не признаю ни по одному из предъявленных мне эпизодов обвинения и надеюсь на то, что суд вынесет справедливое решение по этому делу. Бюджет Югры за прошлый год принят как исполненный. Его баланс вместо дефицитного оказался в плюсе и достиг отметки в почти 260 миллиардов рублей. Об этом стало известно на 41-м заседании Думы автономного округа. Оно прошло в онлайн-режиме. Увеличению доходов способствовало изменение цен на нефть, рост объемов добычи сырья и федеральные дотации. Дополнительные ресурсы направили на здравоохранение, образование, жилищную политику и другие области. На 25 государственных программ, реализуемых в регионе, было выделено 246 миллиардов. Бюджет социально ориентирован. На эту сферу потрачено 68% средств. Это почти 170 миллиардов. На территории Югры реализуется 11 нацпроектов. Из казной автономии на них в прошлом году потрачено 26 миллиардов рублей. Основные показатели бюджета автономного округа за 2019 год сожили в следующем порядке. Уточненные годовые назначения по доходам выполнены на 103-107%, что составило 259,8 миллиардов рублей. При этом на 9,7 миллиардов рублей ниже уровня 2018 года. В большей степени за счет снижения поступления от налога на прибыль. Это более 30 миллиардов. Приняты, соответственно, рекомендации правительства автономного округа. Наверное, отмечу отдельные особо, на которые хотела бы остановиться и обратить ваше внимание. Это такие, как сохранение и расширение налоговой базы бюджета, поддержание долговой накрутки на безопасном уровне, необходимость дальнейшей работы по повышению эффективности расходования средств. Особенно это касается капитальных положений в объекты строительства объектов социальной инфраструктуры и их жилья. И также содействие устойчивому исполнению бюджетов муниципальных образований. Всего на 41-м заседании Думы автономного округа депутаты рассмотрели почти три десятка вопросов. Так приняты поправки в закон о малом и среднем бизнесе. Появились еще две категории социального предпринимательства. Это те, кто развивает физическую культуру и спорт, а также обеспечивает работой родителей или усыновителей детей-инвалидов в возрасте до 23 лет. Такие предприятия получат дополнительные льготы. Принято решение, что в населенных пунктах, которые планируются к расселению, жители многоквартирных домов освободят от платы за капитальный ремонт. Мы рассмотрели вопрос о обращении к министру здравоохранения. Тема боязни вакцинации многими, она связана с тем, что с 2001 года установлены фиксированные суммы для материальной помощи, для тех, кто пострадал от вакцинации или, не дай бог, там умер. Это небольшие суммы, поэтому мы предлагаем министру рассмотреть этот вопрос и увеличить сумму выплат для пострадавших от вакцинации. Администрация Сургутского района увеличила объем финансирования на ремонт соцобъектов. В 2020-м на эти цели выделили более 200 миллионов рублей. Для учреждений, которые находятся в сельской местности, правительство Югры предоставило дополнительные средства. Какие школы попали в список ремонтируемых объектов и что успеют сделать к началу учебного года? В Ляминской средней школе побывали мои коллеги Виктория Алексеева и Сергей Коликов. В 2019-м Сургутский район победил в конкурсе в рамках нацпроекта «Образование». Муниципалитету предоставили субсидии для обеспечения комфортных и безопасных условий в учреждениях культуры, спорта и учебных заведениях. Работы сегодня идут в школах Солнечного, Угута и Лямина. Три источника финансирования традиционно мы используем. В основном это средства местного бюджета, частично средства недропользователей, их порядка 50 миллионов рублей, и средства округа. Таким образом, консолидированный бюджет нашей компании ремонтной в этом году, он составляет более 200 миллионов рублей, что позволяет сделать вывод о том, что приоритетные объекты социальной инфраструктуры будут своевременно подготовлены к учебному году, к тренировочному процессу и для передачи субъектам малого и среднего бизнеса. На Ляминскую среднюю школу в этом году направили порядка 5,5 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на внутренние работы. Спортивный зал – один из первых в списке на ремонт. В этом спортивном зале проводятся работы по ремонту потолка, стен. Пол здесь будет отциклеван и покрашен. То есть будет снята старая краска, будет покрашена заново. И, соответственно, будет нанесена разметка. Кроме того, вошли в ремонт также раздевалки для девочек и мальчиков, снарядная и душевая. В Ляминской школе обучается 203 ребёнка. 98 из них – это воспитанники интерната. Работа в пищеблоке кипит постоянно. Ученики питаются два раза в день, а те, кто живёт здесь весь учебный год – пять раз. Поэтому столовую и кухню тоже приведут в порядок. Помещение ждёт ремонт после новое оборудование. В столовой проведён ремонт. Здесь поменяли плитку во всём обеденном зале. У нас ведутся работы непосредственно на кухне, потому что там мы сделали окно для передачи посуды. Вентиляция добавляется. Вот вводится в моечное помещение и в самом помещении столовой. И ещё у нас отделяется помещение для хлебопродуктов, так его назовём. Воспитанников интерната тоже порадует. Для тех, кто живёт здесь 9 месяцев в году, с сентября по май, это дети коренных народов Севера, отремонтируют спальни. У воспитанников и педагогов Ляминской школы есть ещё одна мечта – закрытый корт. У нас погода очень нестабильна, да, все, наверное, это знают. Сегодня мороз 30 градусов, завтра может случиться оттепель. Если это на открытом воздухе, очень затратная и длительная обработка ледового покрытия. А закрытый корт всё-таки там поддерживает стабильный температурный режим, который влияет и на сохранность катка, и на возможность занятия спортом детей. Потому что при температуре ниже 20 уже детей на улицу не выведешь. Ремонт в Ляминской школе начался 1 июня. Все работы планируют завершить до 25 августа. 30 числа последнего месяца лета в интернат начнут приезжать воспитанники. Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Лямина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Виктория, который на уходящей неделе остались без горячей воды, инспектирует местную ЦТП. Там происходит прием ресурса с ГРЭС-2. Понижение давления и температуры теплоносителя, которые затем подаются в жилые дома. Этот центральный тепловой пункт ЦТП-62 работает под теплоисточникой ГРЭС-2. Двухнедельный... Ну, это не одно ЦТП, на котором мы производим работы. Здесь порядка десятка ЦТП от этой зоны. И везде надо провести какие-то регламентные работы. Это ревизия запорной арматуры, запорно-регулирующей арматуры, замена трубопроводов, ревизия насосного оборудования, теплобедного оборудования. Серия отключений горячей воды началась 8 июля. Она коснулась жилых домов в нескольких поселках восточной и западной частей города. Все они также запитаны от ГРЭС-2. Кроме того, чаще пользоваться нагревателями и кипятильниками до 21 июля придется жителям микрорайонов с 23 по 28, 44, а также ПИКС и железнодорожников. Специалисты уверяют, что без должных регламентных работ безаварийно пройти отопительный сезон практически невозможно. В ГТС и профильном департаменте мэрии призывают сургутян набраться терпения. Две недели – это минимальный срок для того, чтобы качественно подготовить хозяйство к зиме. Мы должны понимать, что мы живем в условиях крайнего севера. И в любом случае, чтобы жить спокойно и комфортно в зимний период, мы должны проверить наши теплоисточники на надежность. Без этих работ мы уйдем в зиму, не зная, на что у нас способны наши теплоисточники. Это первое. Второе. В любом случае, никто не отменял паспорт готовности к зиме. И в случае, если мы эти работы не проведем, город просто не получит паспорт готовности к зиме. То есть мы будем сидеть с вами на пороховой бочке. Не зная, что у нас с котельными, не зная, что у нас с ЦТП, не зная, что у нас с ГРЭСами. В Сургут доставлена первая партия мусорных контейнеров для дачных кооперативов. Новые баки установят на территориях товариществ, жители которых не заключили договоры на вывоз отходов. Недобросовестные горожане, у которых нет своих контейнеров, выбрасывают мусор в соседних кооперативах или устраивают свалки вдоль дорог. Региональный оператор по обращению с ТКО Юграэкология совместно с транспортной компанией решили пойти навстречу отказникам, чтобы избежать несанкционированных свалок. Для этого приобрели 88 новых контейнеров, которые установят в сотах. Расходы на закупку и установку резервуаров компании взяли на себя. Наличие бункера очень сильно облегчает работу транспортной компании. Дело в том, что если мусор свален на земле, то погрузка его занимает часами. То есть люди вручную по одному пакету это все забрасывают, эти несанкционированные свалки удаляют. Когда это сложено в контейнер, то погрузка занимает 10 минут. На этом моя часть выпуска завершена. Благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. Хороших вам выходных. Субтитры делал DimaTorzok Одного телефонного звонка от вас. Звоните 99-45-46. Радио Дача. Музыка нас связала. Энергия страны – это сила Сибири. И твой город – это город сильных и успешных людей. А жилой комплекс «Кедровый лог» – это его исторический центр. Квартиры с видами на любимый город рядом со всей инфраструктурой Сургута. Парки и скверы, концерты и кино в пешей доступности. Подземный паркинг и высокая энергоэффективность. «Кедровый лог» – комфортный дом в атмосфере центра. «Карапуз» Приходи, выбирай, детский транспорт покупай. Велосипеды, самокаты, коляски и даже автокресла на любой вкус. Покатаемся! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ